Приветствую вас на канале Esplay в прохождении игры Петька 5 конец игры такая вот игра слов получается значит мы прошлой части выбрались из деревни гадюкина которая в общем-то сама по себе иллюзия созданные каким-то там красным демиургом боже бред такой но да ладно нас тут встретил какой-то валявка так называемый в общем что-то хочет от нас давайте попробуем ему это дать чтобы нас дальше пропустил собираем весь хлам который здесь валяется но то так портфель какой-то медицинский а зачем нам одеколон товарищ комдив прыщики смазывать нет василий ванч одеколона там нету только градусник и настойка какая-то лечебная на спирту да если бы обыкновенная микстура ну что ж придется петька с прыщами ходить а документ он от нас хочет во так здесь значит нам четко стер что я вот раньше василий ванч плакаты угольком рисовал и петь коври да не забирайся ты рисовать ты не умеешь совсем это не главное главное что углем писать можно это верно бери угольдовый но соображаешь тоже неплохо этот уголь нам пригодится чтобы документ для валявки на сочинять самое прикольное что на глазах у него же сейчас нарисуем документ ему же отдадим так это чем с ключ какой-то куда ключ воруете а ну стой да кто ворует просто посмотрел просто не а ключ не трогать нельзя ну нельзя так нельзя ну и хрен с тобой ладно так собственно бумагу нам еще надо о карах товарищ комдив как думаешь береста вместо бумаги сойдет сойдет рви петька приколюха да документы на бересте ладно уголь садись петька и пиши документ только смотри мне без ошибок чтоб чё писать то пиши петька что я есть красный командир василий чапаев а ты при мне ординарцем мандат на два лица написал написал мандат предъявитель всего есть никто иной как самый что ни на есть большевистский командир василий иваныч чапаев а тот что вместе с ним ростом побольше но в плечах поуже есть его ординарец и соратник боец пётр пустота то он исаев то он пустота причем в одной прям игре и пусть теперь этот бдительный товарищ валявка не сомневается раньше хоть в разной игре в одной пустота в другой исаев а тут в начале он был исаев а тут уже в бумажке пустота ладно бумажку на давай даем печать забыли сделать видать то видал только это все филькина грамота на вашем документе печати красный нет а без красной печати ни один документ недействителен как-то а вот так так что граждане без печати я с вами даже и разговаривать не буду вот тебе раз пить оказывается не все так просто да фигня делов сейчас сделаем так надо его разламывать или сразу сюда и чего ведь петька градусником в бумагу тычешь да я вот товарищ комги в печать на документе хочу поставить каким таким образом поясни а очень просто градусники ртуть красного цвета если его разбить то можно этой самой ртутью на бумаге красную звезду нарисовать на вроде печати будет молоток петька хорошо придумал ставь свою печать уже товарищ комги ну теперь сует в нос прям показывай 5 документ наш а то полчаса уже поди истекли вот товарищ валявка все как положено надеюсь претензий к нам больше нет но теперь я вижу что вы свои и бумага в порядке печать на месте а теперь рассказывайте с чем пожаловали партизан мы с петька ищем наших барабонов сказал что выведет нас к ним вот и выбил партизаны да здесь они в шишкином овраге как отсюда выберетесь так направо а как же мы отсюда выбьемся а полезай на гусеницу я вас мигом подыму с комфортом лучший мотор товарищ валявка курку мою траки надо разбивать ну или бурку рвать давай петька что бурку траки давай разбивать нет я конечно постараюсь да уж постарайся не век же мне тут торчать конечно бурка это же были святое а вот ключик в этой ситуации мне бы не помешал можно товарищ валявка ну можно только осторожно как получится давай разбирай ключом легче легкого и теперь у меня есть целый болтик и петь к думал бы поскорее как меня освободить металлолом он собирает пионер погоди я думал откручу и все погоди что-то я в замешательстве может болт надо подпихать разудись плечо и чего орешь петька посторонись говорю василий ваныч сейчас из плена тебя выручать буду ну его такой комфорт правда печка да мы лучше сами наверх залезет пешком ну лезьте я же как лучше хотел 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 он что одежду не порвал так вон флаг странный правда какой-то нам вон туда а это еще кто там похрапывает бандит наверное василий иванович а давай я в него камнем петька погоди может это и не бандит никакой сдается мне что это наблюдательный пункт партизан а этот человек дозорный так хорош дозорный рыхнет так что храп на всю округу слыхать ща мы его петька наверное шишкин овраг имеется туда-то нам и надо пошли да ну пойдем-ка ну там петька наверное шишкин овраг имеется туда-то нам и надо пошли ух ю чтоб тебя петька я здесь товарищ комдив что это по всей видимости ловушка да это я уж понял снимай меня отсюда ведь скорее не могу я вниз головой висеть да как же я тебя сниму то знаю петька попробую веревку перерезать ладно попробую только пока не знаю чем а нам еще сюда можно так до него мы не докричим сюда это я по жужжанию понял поэтому руками туда лучше не лезть понятно василий как думаешь об этой шишки орехи есть какие орехи петька я тут понимаешь вниз головой айбу орехи ну я же тебя только спросил жаль доска упала теперь и не пройти не как сначала обо мне подумал а уж потом о доске так я думаю очень заметно боли на чем мне срубить то а что такое это какая-то непонятная микстура может даже я так вот отсюда пришли да давай сюда сходим а нет наоборот отсюда пришли пойдем туда к тут у нас классика что ли вообще-то похоже ну мало ли может это аэродром место пойду спрошу лучше здорово нет ты кто а тебе какое дело ходить тут всякие всех пчел пораспугали а потом еще удивляет скудать в стране мед подевался как же будет вам мед когда разгуливают тут и да на аэропланах летают без присмотру так ты пасечник 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 был пасечник где весь вышел потому как нечего тут шастать от таких вот шастерщиков все пчел разлетелись да еще пугал и это эх ну ладно не бурчи как звать по тебе как звать как звать а тебе какое дело федосеевич мне звать и что с того как будто пчелы от этого домой вернуться а я так понимаю от тебя федосеевич пчелы сбежали в смысле улетели понимаете много вас таких понимаешь все только делают что понимают хоть бы делом кто помог а нет все только понимать умеет глаза мои не смотрели да осерчал дедушка на все человечество осерчал только я тут причем хорошо забираем все очень плохо лежит эту корзину а мне пригодится это верно так виллы кто ж так глубоко виллы в дерево всадил да не так уж и глубоко гиря не трожь одна осталась последняя а зачем она тебе мед это все равно нет да мало ли мои пчелки вернутся думаю а и сразу с медом все равно не да пригодится жопа шли сколько ульев пустых валяется думаю если я возьму один никто и не заметит так ну вроде нам этого пока что наверное достаточно пойдем попробуем виллами это виллы между прочим острые могу ведь и пораниться невзначай а во зачем же я буду в человека виллами тыкать это не гуманно болен под стол а так заманить пчел в улей идея хорошая только сначала надо их из дупла выгнать погоди а чем ну воткнули туда виллы и что что дальше то не все можно положить в корзину даже если очень хочется чё тогда не догоняю пойдем обратно ты дедушка не серчай ну никто ж не виноват что у тебя пчелы улетели а кто виноват кто то то и оно что никто не виноват а меда в стране нехватка отсюда все болеют да никто не воюет а виноват у нас конечно нет ну ладно чего надо от меня спрашивай а можно да можно чего уж там зря что пришел эээээ виноват Федосеич чего сегодня так почему от тебя пчелы улетели а я у них забыл спросить почему а сами они передо мной не отчитывались ну ладно я же серьезно может помочь чем смогу да чем ты поможешь вот как бы ты меня их назад притащил тогда бы у меня и апатия моя прошла бы А то ведь и жизнь-то не в радость. Да чего уж тут радоваться без пчел-то? Во-во, радоваться нечем. Эй, эх! А как этот на аэропланета сюда попал? Фуфайкер-то? Да очень просто. Прямо с неба и попал. Сбили, что ли? А то. Им ведь человека сбить, что плюнуть. А фуфайкер, он хоть и интервент, но большого ума человек. Хотел вот даже электричество провести. Но машина его все, капут, сбой дала. Одни провода остались. Да толк-то от них. Ток-то все равно нету. Хороший, в общем, человек. Только по-нашему не балакает. Слыши, фуфайкер, а ну скажи нам что-нибудь. Я нихт не понимает. Во, видал? Не понимает ни черта. А все же человек. Да. А как бы через болото перебраться, не знаешь? И знаю, и даже провести могу. Только у меня апатия. Это я так без пчелок своих хвораю. Понял? Да понял. Только нечего там за болотом делать. Хутор-то жеребец, который погорел весь. Одни игловешки остались. Что? Неужели весь сгорел? Борису, не весь. Мельница еще цела осталась. Уж каким таким чудом, непонятно. Поговаривают от того и осталось целехонько, что Чернокнижный там живет. Да только я в эти сказки не верю. Однако и дальше моста не хожу. Мало ли что. Плохи дела. Ведь на хуторе этом Глотов сортир свой спрятал, который потом нам с Василием Ивановичем отдал. В бане спрятал. Во, во, с банки пожара начался. Видать, в уголье что-то попало. Она и занялась ясным пламенем. Уж от банки-то точно ничего не осталось. Эх! Товарищ мой в ловушку попал. Помоги, а? Отчего ж не помочь? Помогу. А что надо-то? Да веревку перерубить надо. Есть у тебя что-нибудь? Ну, что-нибудь острое и длинное? Эй, нету. Была коса, даже две. Да фуфайкер их все на механизм свой пустил. Напугало, то бишь. А больше ничего нет? Извиняй, ничего. Жаль. Да вот, хотел тебя о чем-то спросить. Да забыл. Ну что ж, бывает и такое. А потом и само как-то вспоминается. Ну, как вспомнишь, приходи. Блин, нам надо эту косу достать. Странное пугало какое-то. Вертится и вертится. Как же к нему подойти? Не советовал бы вообще туда лезть. Если еще жить охота. Жить-то охота. Но любопытно ведь. Да, штука интересная. Это я согласен. А все фуфайкер, пилот союзнический смастерил. И что удумал, тузелец? Возможно. Никак. Уж сто разов пробовал в голову ему кидать. А на кнопку все не попадаю. Вот. Все гири на него перевел. Одна осталась. Последняя. Может, дашь гирь куда? Куда гирю тащишь? Да мне для дела. Для какого это дело? Хочу попробовать угол твое остановить. Ааа, для этого? Ну тогда, бери. Только учти, что кидать в него гири бесполезно. Я уже пробовал. Ладно, учту. Не, мы пойдем другим путем. Обзору маловато. Самолет весь вид загораживает. А так ничего. Красиво. Угу. Гирю давай вот сюда. Молная корзина. Намного лучше, чем пустая. Китайская народная мудрость. И давай вот так. Попробуем сбросить на пугало что-нибудь тяжеленькое. Опа. Какой я все-таки умница. Ловко. Я бы до такого не додумался. Не зря, значит, я тебе последнюю гирю пожертвовал. Забирай теперь остатки этого Фредди Крюгера. Крутящегося, блин. Коса вещь хорошая. Ей можно косить. А можно не косить. Забавная штучка. Надо взять. Может пригодится когда-нибудь. Теперь можно и за медом безнаказанно лазить. Ни одна пчела не укусит. Вот это дело. Пойдем. Так, а мы косой перерубим сейчас. Сейчас я тебя, Василий Иванович, косить буду. Эээ, Петька, ты чего? Не боись, товарищ комдив. Больно не будет. Ну, если только чуть-чуть. Это ж что удумали, мерзавцы? Самого Чапая за ногу подвесить. Вот народец пошел. Да, бессовестные. Таких расстреливать надо. А ты, Петька, вообще помалковай. Другой бы ты вместе не раздумай веревку зубами кинулся перекусывать, ежели бы его товарищ вот так, как я, не за головой. А ты... Виноват, товарищ комдив. Больше такого не повторится. Ну, ладно, прощаю. Но учти, Петька, в последний раз. Ага. А вилами я достану вот эту доску. Вот мне больше делать нечего, кроме как вилы куда попало втыкать. Странно. Обычно ты чем-то подобным и занимаешься. Поумнел, что ли? Василий Иванович. Ну ладно, ладно, Петька, шучу. Ага, значит не вилами. За хрен его знает чем. Пойдем попробуем. Не соединяется. Вряд ли пчелы добровольно сменят место жительства. А принуждать их к этому опасно. Разозвиться могут. Так, а если я вот так вот сделаю? Эх, была не была. Что ты там, Петька, еще задумал? Пчел сейчас выгонять буду, товарищ Камгив. Из дупла. Именем революции на выход. Откуда, Вадач? Ты больше мужа. За что ж? Помогите! Ну и что ты наделал, Петька? Теперь человека пчелы закусают. А пусть знает. Нечего на посту дрыхнуть. Спасите! Люди добрые! Помогите! Товарищи! Человеки! Ой! Ой, не надо! Ой, не надо! И больно! Больно! Давай быстрее вулих. Ой, ой, помогите! Ради Бога, помогите! Я все отдам, все отдам, что у меня есть. Все сделаю, только побоите! Ох! Терпи, дядя! Сейчас попробую! Вот так-то! Ох! Ох, Шинек, спасибо! Ох, выручил старика! Ох! Чуть до смерти не закусали, черти! Откуда они только взялись? Не понимаю! Так это, я тоже не понимаю! Ну, шут с ним! Оля, теле, и будь здоров! А вы-то кто такие? Че тут делаете? А мы тут, отец, партизан ищем! Партизан? Э-э-э! А че ж их искать-то? Вон они, в Шишкином овраге прячутся! Ой, да, ой! Шуршит-то я своих-то выдаю! А вы кто такие будете? Не бойся, отец! Мы тоже свои! Я Василий Иванович Чапаев! А это... Чапаев? Сам Чапаев! Ох, ты... Не-не уж-то правда! А сам-то шо, не узнаешь? Ой, ты-я... Виноват, товарищ Камдил! Слыхать-то слыхал! А вот и живьем-то вас! Видеть, как ты, понимаешь, не доводилось! Спишь, потому что много! И это на посту! Стыдно! Да-да, не виноват! Исправлюся! Впредь буду бодрствовать, а как круглосуточно! Дота! Это, а ты нам... А вот веревочка нам обязательно пригодится! Арбалет-то не отдашь случайно? Ага, особенно если придется кого-нибудь за ногу подвесить! За твое спасение, дед, полагается нам арбалет! Эй, хиловите! Все равно мне от него никакого проку! Так... Была стрела простая, стала с веревкой! Теперь давай доску доставать! Ну-ка, Василий Иванович! Посторонись! Что делать собираешься, Петр? Сейчас доску загарпунивать буду! Чего-чего? Ничего! Сейчас увидишь! Ай да, Петька! Ай да, молоток! Сам придумал? А тох тоже! Ну вот, можешь ведь, когда захочешь! Давай, пойдем! Иди-ка, теперь ты и первый, Петька! Зачем? Да просто! На всякий случай! Кто такие? Да свои мы! Свои! Я Петька! А это Василий Иванович Чапаев! Чапаев? Что-то не похоже! Вот у меня на лице написано, что меня Пров зовут! А про вас не сказать! Чем докажете? Да у нас документ есть! С печатью! Показать? Так это... Грамоте мы не обучены! Ну ладно, верю! А чего вам надо? Хотим видеть командира отряда! Никак это невозможно! Совещается он! Приказал не беспокоить! И долго он совещаться будет, командир твой? А кто его знает? Он уже неделю совещается! Хех! С кем это он целую неделю совещается? С кем? С кем? Один! Он у нас голова! Ясно! Вот что, Петька, необходимо это совещание прервать! А то неизвестно, до чего человек в одиночку досовещаться может! Может, там он вообще уже копыта отбросил? Пойдем-ка! Послушай, Пров! Нам к командиру срочно надо! Пропусти, а! Не могу! Права такого не имею! А если сами сунетесь, у меня приказ есть! Стрелять без предупреждения! Ну мы же красные! А хоть оранжевые! Не велено, значит, не велено! Понятно все с тобой! О, дрова! Дрова можно забрать? И дровишки! Возьму одно! А то зимы нынче холодные! Петька, что ты городишь? Какие зимы? Да это я так, Василий Иванович! Для красного словца! Пьху! Давай-ка выкуривать этого... ...командира! Ты зачем туда, Петька, залез? Сейчас мы, Василий Иванович, этого заседателя выкуривать будем! Ров, тревога! Враги сожгли родную хату! Отбой, комиссар! Это я, Чапаев! Василий Иванович, ты? А кто же мне хату-то поджег? Да никто не поджег! Это Петька там шалит! Петька, сымай гильзу! Надо же было к тебе как-то прорваться! Охрана твоя ни в какую не пропускала! Ров! А что я, Дмитрий Андреевич? Вы же сами приказали! Ладно, заходите, Паев! Петька, за мной! Ну, здравствуй, комиссар! Что же ты, заперся? Сидишь тут, света белого не видишь! Думаю, думаю, как от батьки Филина избавиться! Да с центром связаться! А что с центром? Да был тут у нас один боец! Я к шарам звали! Так вот, ушел он к бандитам! Самогонка там, видите ли, дармовая! Угнида! А с собой этот пиуда от революции Трубку телефонную прихватил! Уж не знаю, как он это сделал! Но факт остается фактом! И что теперь? А теперь вот с центром связаться не могу! А они мне должны важную информацию передать! И что теперь делать, не знаю! Еще и Анка в беду угодила! Анка? Аннушка! Что с ней? По моим сведениям, она сейчас в плену у этого бандита Филина! Сожительство ее склоняет не до мерок, а? Но Анк стойкой, я знаю! Она ни за что на это не пойдет! Вот что, Петька, Анку надо спасать! Трубку возвращать, иначе грош нам с тобой цена! Совершенно с тобой согласен, товарищ комдив! Только... Никаких только, Петька! Пора начинать действовать! Сколько уже тут можно без дела шляться? Скажи-ка мне, фурманов! Что? Как это вы допустили, чтобы батька Филин со своей бандой в округе заправлял? Не допустишь тут? Как же! Когда у них жратвы навалом отдастся могону! Вот и бегут к ним люди, на дармовые-то харчи! Что же это у тебя, комиссар, за люди такие несознательные, а? Так ведь не со злого умысла от голода же бегут-то! Запас харчей и сяк, хутор погорел! А где харчи врать, когда кругом одно болото? А вы, значит, в партизаны подались! А мы в партизаны! Да что там! Сил-то неравные! Еще этот Якшаров трубку спер! Иуда! Теперь с центром связи нет! Да, положение нелегкое, но не безнадежное! Про светлое будущее слыхал? Ну, слыхал! И что ты по этому поводу думаешь? Да ничего не думаю! Не до будущего мне сейчас! Мне бы хоть с настоящим разобраться! Ясно! Зачем же ты Якшарову трубку забрать позволил? Кто? Я? Да что ж я совсем, что ли? Это он сам стащил! Стоило мне на пять минут отлучиться! Хорошо еще, что документы секретные не нашел! А то бы и их прихватил! Тогда бы еще хуже было! Так, а что это про флаг-то? Мы там у тебя флаг над землянкой видели! И что с тобой? Да висит себе без дела! Как ты без дела? А зачем он тебе? Вот нам с Петькой пригодился бы! Отдай, а? О, знаешь ли, Чапаев! Не в моих это правилах красным флагом разбрасываться! А если это делу революции поможет? Ну, если только делу революции! Значит, можно взять! Ладно, берите! Только аккуратнее и снимай! Это же вам не портянка какая-нибудь! Это знамя! Да понятно! Ты, ладно, ничего, работай! Значит, надо трубку вернуть? И анку выручить! Забираем флаг! Эй, эй! Куда руки к флагу тянешь? Да нам Фурманов разрешил! Василий Иванович, скажи ему! Ты, проф, извини, но это распоряжение комиссара. В избежании, так сказать, массовых беспорядков и для помощи общему революционному делу флаг приказано изъять. Эй, ну, если для дела революции... Вот именно! Сымай, Петька! Так, давай еще и колесо тут заберем. Товарищ комдив! Товарищ комдив! Нам колесо нужно! Колесо? Да не то чтобы! Но все равно бери, пригодится! Э-э-э-э! Куда пригодится? Я вам дам! А ну, слезай оттуда! Вот зараза! Тебе чё? Колеса жалко? Жалко! Потому что это не колесо вовсе, а вентиляция! И брать ее я вам не позволю! Какая же это вентиляция? Если это обыкновенное колесо! А вот какая и есть! Для командира специально установлено, чтобы он спокойно себе совещаться ему! Вы что, хотите, чтобы он там задохнулся? Ну вот, и не трожьте тогда! Ладно, хорошо. Все равно потом заберем. Так, ну пойдем. Ой, мама! Медведь! Спокойно, Петька. Не нервничай, он на привязи. Ох, а я уж было подумал, конец мне пришел. Рано, Петька, себя хоронишь. Ты еще меня переживешь. Помогите! Погодь, Петька, кто-то на помощь зовет. Да я слышал! Только не пойму, откуда голос! Я тут! Тут я! Гляди, товарищ комдив! Человек! Эй, ты как туда забрался? Я Якшаров. Якшаров я. Это дело не меняет. Как на дерево залез, спрашиваю? Это он меня загнал? Медведь! Ммм, алкаш! Почему алкаш? Эй, это почему же он алкаш? Потому что алкаш! Я ему один раз дал самогончику попробовать. А ему и понравилось. Теперь нет, учишь? Как мне теперь слезть отсюда? Ладно тебе, не хнычь. Придумаем чего-нибудь. И правда заладил ныти к дню. Так, а может, Туле ему дать? Петька, не трогай ты звери. Ага. Пойдем-ка сходим обратно. Кулью. Так, что тут у нас? Мед, товарищ комдив. Ну что же, вполне логично. Раз там жили пчелы, значит, они делали мед. А если бы там жили, ну, например, мухи? Что тогда, Василий Иванович? А тогда, Петька, ты бы уже по локоть в дерьме был. Потому как известно, что где мухи, там и дерьмо. Так что тебе повезло, боец. Все, мед есть. Пойдем обратно к медведу. Интересно, а что будет, если его медом покормить? А ты попробуй, Петька. Глядишь, угомонится, какая-никакая закуска все-таки. Че это он рычит, Василий Иванович? А это он тебе, Петька, спасибо говорит. Нужно мне больно его спасибо. Лучше б он заснул. Это ты, Петька, когда выпьешь, да закусишь, на боковую валишься. А медведю еще больше разгуляться захотелось. Душа-то широкая. О как. А нечего нам больше дать-то ему. Да мы даже близко туда подойти не можем. Медведь не пускает. А зачем же ты, Якшаров, трубку телефонную у своего бывшего комиссара спер, а? Я не хотел, так получилось. Плохо получилось. Придется вернуть трубочку. Я верну. Я дам. Только сначала снимите меня отсюда. Ладно, договорились. Видимо, ему теперь попить что-то надо дать. Блин, а как это сделать-то? Сначала нужно через медведя пройти. Не знал я, товарищ Камдив, что медведи самогон пьют. Самогон, Петька, все пьют. Ежели он, конечно, есть. Почему все? Вот я, например, не пью. А знаешь почему, Петька? Почему? Потому что больше не можешь. Возвращаемся на пасеку. Пчел тут заказывал. Деда Сеич, вот я тут тебе пчел принес. Не знаю, твои ли. На них же не написано. Мои, мои. Тут в округе все пчелы мои. Давай их сюда, родных. Вот, живы и даже здоровы. А я-то теперь как ожил. Даже и апатии прошла. А все пчелки мои родные вернулись к дедушке. Прошу заметить, не без посторонней помощи. А, ну да, конечно. Я же спасибо еще не сказал. Спасибо. Теперь, ежели чего, обращайтесь. И через болото проведу на хутор жеребец. Или еще чего-нибудь. Так, а с фу-файкером надо говорить. Товарищ, а товарищ? Да, вот вы, на аэроплане. Бесполезный это. Он по-нашему не того. Чего не того? А ничего. Не того, не этого. Не понимаете он по-русски-то. На то я его фу-файкером прозвал. Правда, фу-файкер? Я не понимаю. Слыхал? Нерусь. Понятно. Хрен с ним пока что. Так, че нас через болото-то проведешь, дед? Золото нам забрать надо. Помнится, ты обещал нас через болото провести. На хутор жеребец. И проведу, чего уж там. Мне не трудно. Идите за мной. Только смотрите, никуда не сворачивайте. Болото шутить не любит. Засосет и дело с концом. Пойдем, Петька. Ну вот, ваш хутор погорелый. Видите, все сгорело. А мель стоит. Это потому, что там Чернокнижный живет. А кто он такой? Ну, Чернокнижный этот. Колдун. Как есть колдун. И глаз у него не добрый, не хороший. Эй, пойду я отсюда. Почему? Не хочу лишний раз с Чернокнижным встречаться. Да и вам не советовал бы. Но это вы сами решаете. Ваше дело. Товарищ комдив, может мы тоже того пойдем? Стыдно, Петька. Колдуна какого-то испугался. Да и сказки это все. Колдунов не бывает. А почему тогда мельница не сгорела? Потому что она, Петька, каменная. Понимать надо. Мельница, значит. Ладно. Это что такое? Товарищ комдив, а не тот ли это сундук, про который нам Глотов рассказывал? И как только он в пожаре уцелел. Соображаешь, Петька, тот самый и есть, а не сгорел, потому что железный. Только по-моему он закрыт, а ключа у нас нет. Да, а вот это уже хуже. Ну шо же, Петька, придется ключ искать. Придется. А вот это что за ключ? Пойдем сходим к этому чернокнижному. Эта дверь ведет на мельницу. Только сначала нужно на второй этаж подняться. А, о как. Это что, Василий Иванович? Это, это, Петька, наверное, ручка. Если ее покрутить, то и мельница заведется. Ой, а давай ее покрутим. Ох и быстрый ты, Петька. Как же ты ее покрутишь, когда тут рычагание? Зеленок не хватит. Понятно. А как мне тогда чернокнижному-то попасть? Ой, а че эта мельница не крутится, Василий Иванович? Я так полагаю, Петька, что ее надо завести. Тогда и закрутится. А как ее завести? Ворота какие-то странные, Василий Иванович. Подкову напоминают. Ну, напоминают. И что? Не вижу ничего странного, Петька. А ну-ка, Петька, посторонись. Сейчас я буду пробовать мельницу завести. Ух ты! Вот тебе, Петька, и ух ты. Немного ума и фантазии. И вот, пожалуйста. Цепляйся, Петр. Наверх поедем. Ну, здорово, чернокнижный. Пойдем, Петька, чернокнижного проведаем. Ежели, конечно, он там есть. Ух, ё! Вылетит, да я тебя, Баня! Вот где она, Петька. Оказывается, и так-то просто на мельницу попасть. Там какая-то хитрая система охраны стоит. Ага, тыква. Хитрее просто не придумаешь. А, я понял. Полетели, товарищ комдив! Да полетели, чего уж там. Вилами, давай-ка его. Сейчас мы эту тыкву на вилы насадим, чтобы она, значит, не падала оттуда. Правильно. А ну-ка, Петька, разойдись. Вот так-то. Ить! Прямо кладовая природа тут у него. Вы как вошли-то сюда? Да. Да очень просто. Думал, тыкву повесил, никто теперь к тебе не войдет. Ну, вообще-то да. Хе! Ну, раз придумали, как войти, значит, умные люди. Не читай этим нашим местным. Может, у вас и литературка с собой какая имеется? Какая литературка? Научная, которая свет проливает на загадки природы и тайны звезд. А при чем тут звезды? А вы посмотрите в телескоп и сами все поймете. Ну-ка, дай. Ого! Че там, Василий Иванович? Светлое будущее, Петька. Как? Опять? Не опять, а снова. Да ты сам посмотри. Точно! Оно! Светлое будущее! Не знаю, про что вы говорите, только это не светлое будущее вовсе. Да как же? Оно! Че, я не вижу, что ли? Это все обман. На самом деле все эти видения – результат звездного магнетизма. Чего? О! Результат звездного магнетизма, говорю. И ничего более. Хех! Да сам ты отсталый мракобес и безграмотный мистик. Вот ты кто! Я чернокнижный. Оно и видно. Чернокнижный, значит, да? А че ты тут под замком прячешь? Послушай, колдун. Я чернокнижный. Чернокнижный. Ну и имя ты себе выбрал. Ничего я себе не выбирал. Меня так люди прозвали. Это за что же они тебя так? Боятся, потому что не знаю. Человек так устроен. Если что неизвестно, боится. А чего меня боятся? Вот вам, например, страшно? Мы с Петькой красные бойцы, и мы ничего не боимся. Правда, Петька? Ну, в общем-то, да. В смысле, так точно, товарищ комдив, не боимся? Ну, вот. А насчет светлого будущего? А насчет светлого будущего я вам уже все сказал. Нету никакого будущего. Ни светлого, ни темного. В корне с тобой не согласен. Будущее есть, мы его сами видели. То, что вы видели, результат звездного магнетизма. Сколько можно повторять? Бесполезно Петька с ним об этом говорить. Несознательный элемент. Что с него возьмешь? Так, сейчас вот у него все выясним. Я смотрю, ты не только колдун, но еще и астроном. Верно подметил. Да только литературы мне научной не хватает. Мне бы книгу одну из усадьбы достать. Я бы работу свою продолжил. Так сходи да возьми. Мне лишний раз с людьми встречаться неохота. Аура у них плохая. Заболеть могу. А как же мы? У нас ведь тоже аура. У вас еще ничего нормальное. Голова только болит немного. Послушайте, может принесете мне эту книгу? Очень она мне нужна. А мы потом с вами сочтемся. Ну, не знаю. У нас у самих дел. Ладно, принесем. Дело-то не пыльное. Заранее благодарю. Нам бы сначала мимо деревни, ой, мимо медведя там как-то пройти. А что ты тут вообще делаешь? Живу я тут. Ну, это-то понятно. А занимаешься чем? Настойки разные делаю. Травы сушу. Не видно, что ли? А какие настойки? Петька, ну что ты к человеку пристал? Сейчас наколдует на тебя порчу какую-нибудь. У тебя и уши-то отвалятся. Да я просто полюбопытствовал. Любопытство, Петька, до добра не доводит. В истории уже есть тому пример. Как получилось, что хутор сгорел? Очень просто. Обыкновенный пожар. А мельница тогда почему твоя цела? А вам не кажется, что слишком много вопросов? Раз спрашиваем, значит резон есть. Тут, понимаешь ли, на хуторе вещь у нас одна хранилась. Ценная очень. Вот мы ее и ищем. Меня материальные ценности не интересуют. Поэтому ничего не знаю, ничего не видел. Темнит, товарищ Камгив. Точно, Петька, темнит. Не интересуют, значит, его ценности материальные, да? Но это мы еще разберемся. Вот и поговорили. Сколько у тебя тут трав разных? Руками не трогать. Да больно надо. Петька, я бы на твоем месте не грубил. Колдуны народ непредсказуемый. Грибочки. Осторожно, ядовитые. Да ну, это ж опята. Че я, опят никогда не видел? Ну тогда съешь один. Че-то не хочется. У меня на грибы аллергия. Так, мне бы на стоечку какую-нибудь, чтобы медведа-то как-то... Усыпить, что ли? Слушай, а зачем тебе на туалете замок? Не твое это дело. Не, ну а все-таки? Я же сказал, не твое дело. Раз висит, значит, надо. Странно, он как-то озлобился насчет замка, Василий Иванович. Че-то тут не чисто. Ну его, Петька, колдуна этого. Недоверие у меня к нему какое-то. Чемный он человек. Да, понятно, что темный. Он ведь чернокнижный. Книг у меня нет. Погоди, вот это... Че это такое? Это какая-то непонятная микстура. Может, даже яд. А может, ему можно дать, чтобы он посмотрел? Слушай, чернокнижный, у нас тут микстурка одна есть. Нужна? Нужна? А от чего? А я знаю. Если б знал от чего. Может, ты не отдал бы? Ну ладно, давай, разберемся. Я люблю во всем новом разбираться. Эээ, хитренький. А ты нам что? Давай тоже что-нибудь взамен. Настойка снотворная подойдет? Снотворная? Снотворная подойдет. Бери, Петька. Как раз для медведя нам надо. Замечательно. Че у тебя там под подушкой? Только вот кровать мою трогать не надо. А я че? Я ничего. Все, уходим. Пойдем к медведю. Только сначала давай в землянку заглянем. Тут ничего не поменялось. Ладно. Вряд ли медведь станет пить снотворное добровольно. А заставлять его мне что-то не хочется. Тогда пойдем еще раз сходим в шишки на враг. Соты еще одни подберешь. Липкий, зараза. Все руки уже об него испачкал. А ты их пять оближи руки-то. Так это, давно уже. Не ходить же мне с липкими руками. Ну-ну. Все. Сейчас на мед давай. Теперь у нас не просто мед. Теперь у нас медовое снотворное. Вот и ок. На, держи, медведь. А вот я ему сейчас, Василий Иванович, дам меда со снотворной настойкой. А если не заснет? От такого количества снотворного ни один медведь на ногах не устоит. В смысле, на лапах. Молодец, Петька. Хорошо придумал. Надеюсь, только раньше времени он не проснется. Вот и клево. Ну что? Морда предательская. А зачем же ты, Якшаров, трубку телефонную у своего бывшего комиссара спер, а? Я не хотел, так получилось. Плохо получилось. Придется вернуть трубочку. Я верну. Я дам. Только сначала снимите меня отсюда. Ладно, договорились. А что, не будете сейчас снимать? Может, на флаг его поймать надо? Товарищ комдив, а давай мы под Якшаровым флаг натянем, а он на него прыгнет. Тогда ведь он не разобьется. Знаю, что не разобьется, Петька. Слушай, Якшаров, мы сейчас с Петькой под тобой флаг натянем, а ты на него прыгай. А вы крепко держать будете? Не боись, крепко. Ну ладно, натягивайте. А теперь признавайся, Иуда, куда ты трубку дел? Трубку? Какую трубку? Что, уже забыл? Трубку от телефона у Фурманова. Ой, а у меня ее нету. А где же она? А у меня ее Гаврюша Троян забрал. Кто таков? Почему не знаю? Гаврюша-то? Гаврюша-птица важная. Он правая рука батьки Филина. Тьфу, и где нам теперь этого твоего Трояна искать? А чего его искать? Он в усадьбе сидит денно и ношно. Туда иступайте. Только он вам трубку вряд ли отдаст. Что значит вряд ли? Не отдаст, так сами отберем. Попробуйте. Если, конечно, жить надоело. Гаврюша Троян шутить не будет. Он сразу бах-бах и все. Ищи на том свете. Короче, как хотите. Я вас предупредил. Ладно, с Гаврюшей мы разберемся. Было ваше, стало наше. И то верно. Что еще, самовар? Смотри, Василий Иванович, тут и чай в самоваре есть. Было ваше, стало наше. Что упало, то пропало. Так, ну ладно. Пойдем в усадьбу доставать трубку. Мы уже в следующей серии. На этом прервемся. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующей серии на канале S-Play. Пока.